О том, как эта поездка может изменить ход войны, мы поговорим с политологом и социологом Михаилом Тульским. Михаил, здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам. Действительно, очень важная поездка для Украины, как минимум в символическом смысле. То есть, Киев продемонстрировал в очередной раз единение целого ряда западных стран. Но каково практическое значение этой поездки и как этот визит Зеленского, особенно в Европарламент, может изменить ход войны? Я бы сказал, что эта поездка важна для всего цивилизованного мира, не только для Украины, не только для западного. Но эта демонстрация действительно единения всего цивилизованного мира. И это важно и приносит и политические, и социальные, и психологические дивиденды. Не только самому Зеленскому, но даже в еще большей степени европейским лидерам, которые с ним встречались. Потому что им тоже важно показать своим избирателям, что они не в стороне, что они помогают Украине защищать свой народ, свою свободу, свою независимость, свою государственность, свое вообще право на существование как государства и как украинской нации. Если говорить о том, какое влияние поездки Зеленского, то, конечно, поездка Зеленского очень сильно консолидирует на таком политическом, эмоциональном уровне весь цивилизованный мир. Она показывает, что и лидеры каждой из заметных европейских стран, они не стоят в стороне, и это поднимает их рейтинг в глазах собственного населения. И это и помогает, естественно, Зеленскому тоже показать, что Украина не одинока, а весь цивилизованный мир на ее стороне. То есть это, в общем, такая взаимовыгодная поездка для всех. И для европейских политиков, и для украинских политиков, и для европейских народов, и для европейских избирателей, и для, опять же, украинского народа и украинских избирателей. То есть это политика, которая, в общем, и события, которые, в общем, ждали многие, порядка 10 лет последние. В то же время Москва предсказуемо продемонстрировала довольно жесткую, я бы сказал, нервную реакцию на визит Зеленского в Великобританию, а затем в Европарламент. Можно ли ожидать в этой связи каких-то ответных действий со стороны Кремля, быть может, нового наступления, о котором так много говорят в последнее время? Ну, реакция уже последовала. Уже 10 февраля последовал, пожалуй, самый массированный, самый масштабный ракетный удар по Украине. Выпущено за 10 февраля 106 ракет. Правда, всего того, что ракеты крылатые у Путина уже кончаются, то крылатых ракет он смог наскрести. На этот раз, видимо, все последние собрал 74 и еще 32 ракеты С-300. Это впервые такое большое количество ракет С-300, потому что предыдущий такой же крупнейший масштабный удар был 15 ноября, и там тоже было 107 ракет, из них 96 крылатых, и вот 11 ракет С-300, из которых, правда, до Украины долетело 10, а одна упала на Щебекино в Белгородской области. Вот. И там вот тогда, 15 ноября, был рекорд 107 ракет в сумме крылатых С-300, а сейчас 106 крылатых С-300. Ну, правда, из крылатых 74-61 Украина сбила успешно, из С-300 не сообщается, сколько сбито. Также было 28 шахидов, беспилотников иранских, из них тоже, как минимум, 25 сбито. И, в общем, даже те, которые куда-то долетели, что ракета, что беспилотники, ничего серьезного не нанесли, никакого серьезного ущерба. Ну, конечно, там какие-то отдельные электростанции пострадали, но, в общем, даже не было серьезных в этот раз отключений света, потому что научились уже украинцы быстро предотвращать. Единственное, что произошло серьезного, это на некоторое время отключился энергоблок Хмельницкой АЭС. И в декабре еще, 12 декабря, министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что если Путин дальше будет продолжать вот такие удары по жилым домам и нарушение Женевских конвенций, то мы будем предоставлять Украине дальнобойное оружие. Теперь уже фактически идет речь о том, что Европа и Британия начинают предоставление этого оружия. Теперь Украина ставит вопрос о предоставлении самолетов. Уже даже министр обороны Германии говорит, что пока мы не рассматриваем передачу, не обсуждаем передачу самолетов, но если Путин будет продолжать такие удары по жилым домам, по электростанциям, то мы будем и вопросы передачи самолетов рассматривать. Михаил, и последний вопрос. Мы знаем, что среди западных лидеров есть по-прежнему сторонники дипломатии, которые считают, что этот конфликт следует разрешать дипломатическим путем. Возможно ли, на ваш взгляд, сейчас какие-то переговоры между Москвой и Киевом хотя бы о временном прекращении огня? Если говорить о переговорах, то я думаю, что переговоры сейчас возможны только те, которые, собственно, и идут между Путиным и Зеленским, между Россией и Украиной. Это переговоры об обмене пленными. Они сейчас продолжаются. А переговоры о окончании войны сейчас невозможны из-за оппозиции Путина, который говорит, что ему не нужны какие-то... То есть он готов на переговоры только без предварительных условий. А весь цивилизованный мир готов на переговоры только в случае согласия Путина на возврат Украине всех ее законных территорий, то есть Крыма и Донбасса. Ну и тем более, так сказать, части Хельсонщины и части Запорожья, новооккупированных, так сказать. А об их возврате даже никто отдельно не заикается, потому что это и так для всех совершенно очевидная вещь. То есть речь идет о том, что переговоры возможны сейчас с Путиным, только если он полностью возвращает Украину все ее оккупированные территории, включая Крым и Донбасс. Михаил, спасибо вам большое за очень ценные комментарии. Всего вам самого доброго и хорошего дня. Напомню о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Европу. Мы говорили с политологом и социологом Михаилом Тульским. Спасибо.